Всем привет! С вами снова славный дружа Обломов. Все привыкли, что я делаю разные суперхитрые рецепты, которые стоят миллиарды долларов, типа гигантских креветок, лобстеров, омаров, поездки в Таиланд, разного рода гребешки, устрицы, мидии. И на самом деле давным-давно не было простого, знаете, такого доморощенного русского хозяйского рецепта. Этот рецепт достался мне от прабабушки. На самом деле я даже не знаю, как бы он кому-то достался от прабабушки, и такой же он достался и мне. В нем нет ничего абсолютно необычного. Сегодня случилось так, что мой батя поймал вот такого вот монстра. Я бы хотел сказать, что это поймал я, но на самом деле это будет ложью. Эту щуку поймал мой батя. И сейчас на пару секунд я покажу вам, как мы ее очистили. Прогресс на службе человечества. Итак, у нас есть почти трехкилограммовый, на самом деле не почти, а трехкилограммовый. Вот такой вот свеженький очищенный монстр, абсолютно гладенький. Что с ним сделать? Можно было бы его закоптить, но на самом деле, когда речь идет о вот такой вот щуке, 3-4 килограмма лучше, конечно, ее пожарить. Почему? Потому что в ней достаточно большие косточки, не такие маленькие, как в маленьких щуках. Их уже можно коптить, копаться там в этой копченой щуке. А вот это мы пожарим по рецепту моей бабули. Спонсор выпуска, мой генеральный спонсор, который подгоняет мне казаны, сковородки, кастрюли, блинницы и всякое такое. Биол, само собой. Ссылочки находятся в описании, там же промокодик на скидочку, как можно заказать, откуда и что. О биоле три слова, которые я говорю всегда. Да, биол не подводит. Он работает годы и он не подводит. Биол не подводит. То есть, например, вот эта вот сковородочка работает уже год. Остальные сковородочки на кухне, они не облупляются, они не царапаются, с ними ничего не происходит уже в течение трех лет. Мой антипригарный Vogue, это, кстати, казан от биола, мой антипригарный Vogue работает уже два с половиной года почти каждый день. Я в нем жарю все и для себя. Просто, как бы, за реально очень небольшие деньги оно просто работает. Никакого чуда дизайна, никакого, знаете, итальянского бренда, оно просто пашет. Ссылки в описании. И смотря на то, что у нас сейчас уже идет сентябрь, у нас откуда-то вот такое вот бешеное солнце и адские пересветы, поэтому мы стол пододвинули сюда, и чтобы на щуке не было пересветов. Тяжело быть оператором... Бабочки летают, обалдеть. Тяжело быть оператором у славного дружа, потому что еда всегда должна казаться сочной. Хотя бы казаться. Итак, это наша щучейка, вот такая вот щучейка, полностью распотрошенная, чистенькая, и на ней нет ни одной чешуйки. Блин, действительно, спасибо Интерсколу, кто видел, тот понял, о чем я. Осталось нам только отрезать у нее бошку, то есть подрезать ее вот так вот с двух сторон. Вот, и отрезать голову. Голова, само собой, идет на супы, на борщи, на что угодно, потому что в голове тоже достаточно много щучьего мяса. Что касается стейков. Стейки должны быть примерно 2,5 пальца. Вы извините, если у меня тут что-то грязное на пальцах, мы просто второй день готовим на углях, и это уже просто не отмыть. Щучейка должна быть не очень толстой. Если она будет очень толстой, внутри она просто не прожарится. Примерно вот такие вот стейки. Ну, этот кривенький, потому что около головы было. Давайте я покажу еще на одном. Примерно вот такие вот стейки. Тоньше будет как бы гореть, а толще не прожарится. Вот это идеальный щучей стейк по рецепту бабули. Добираемся до позвоночника. Это вам не корейка-ягненка, поэтому бэм, и допилили. Ну, опять же, добираемся до позвоночника. Бэм! И допилили. Острые ножи все позволяют. Ой, черт подери, я реально забыл срезать плавники в этой запаре. Само собой, плавники нам вот эти не нужны. Они тоже могут прекрасно пойти на борщи. Плавники в борщах, это всегда хорошо. Что касается муки, соблюдайте следующие пропорции. У вас 10 частей муки, то есть у вас 10 частей муки. И у вас примерно 2 части соли и 2 части, вот так, да. 2 части, неправильный палец, главное не показать. Как в прошлом рецепте, я открывал вино, и потом все такие, смотрите, он открывает вино, показывая всем фак. И вы думаете, я задумываюсь о том, показываю я всем фак или нет. Я делаю, как мне удобно. Так вот, на 10 частей муки нам нужно 2 части соли и 2 части перца. И когда вы все это перемешиваете и берете вот так муку и пробуете, она должна быть реально подсоленной, реально соленой. То есть перца должно быть не так уж и мало. Само собой, он должен быть свежемолотый, но не обязательно. Берите и в пакетиках, берите какой хотите, просто если берете в пакетиках, берите его в полтора раза больше. Вот и все, иначе, иначе фухло получается. Вот, высыпаем сюда свежемолотый перец. Смотрим по объему. Столько же, чтобы было соли. Вот так. И засыпаем мукой. Обычной мукой. И перемешиваем. Солено-перченая мука. Не знаю, там кориандр, тимьян, что хотите, я рецепт не буду менять. Это будет рецепт чисто про бабули. Хотя я думаю, что это не про бабулин рецепт, а в том числе и мега классический обычный рецепт жареной щуки, который делает каждая хозяйка. Дальше самый простой способ, который вряд ли использовали наши про бабули, потому что у про бабули не было полиэтиленовых пакетов из Ашана, Акея и из других мест, это сделать вот так. А потом сделать вот так. А потом сделать вот так. И делаем так примерно секунд 30. Вот, собственно, и все. Посмотрим, что у нас получается. Получаются вот такие вот идеально панированные, внутри обязательно тоже кусочки щуки. Вы знаете, обычно я такой типа стейковый парень, я такой типа давайте все жарить на оливковом масле, давайте все жарить на оливковом масле. Но сейчас мы будем жарить достаточно долго, поэтому жарить мы будем на масле с высокой точкой кипения, то есть на обычном масле. Я имею в виду обычное растительное масло, потому что оно горит гораздо позже. Сначала горит сливочное масло, потом горит оливковое масло, значит, экстра-верджин, потом горит оливковое масло обычное, а потом уже начинает гореть растительное. Нам не нужно, чтобы ничего горело, поэтому обычное, там, не знаю, там на чудеса богато или любое, короче, главное, чтобы не воняло. Одновременно с этим нарежем достаточно дофига лука, который мы сейчас пассеруем в нашем биоловском казане. Отрезаем жопки. Вот так. И крошим. Лучок нарезаем вот такими вот полукольцами. Теперь разогреваем биоловский казанок, в нем мы будем жарить чисто лучок и разогреваем биоловскую сковородочку. Важно, она антипригарная, то, что я делаю, это не совсем правильно, потому что антипригарные сковородки не должны выдерживать бешеный жар. Поэтому я так чуть-чуть смотрю, чтобы пламя было, чтобы не перегревалось. Потому что если вы реально там на угли поставите антипригарную сковородку, а не чугунную, чугунные тоже есть у биола, то она просто лопнет, потрескается, вплоть до того, что тефлон просто сгорит. Поэтому будьте аккуратны, то, что я делаю, это не совсем верно. Но она просто удобная, мне она нравится, поэтому я буду жарить на ней. А лучок мы просто зафигачим в казане, зацените, уже дрова занялись. О, давайте, растительного маслица. Добро так, растительного маслица мы сегодня не на диете. Я надеюсь, вы тоже на самом деле. Ой, хорошо пошло, как надо пошло. Ну, само собой, постепенно ворошим там все это дело, чтобы не пригорело. Теперь рыба. Тоже хорошенько вот так маслица. Не жалеем. Можно добавить и немножко растительного. И вот так. Чуть-чуть начинает шкварчать, это значит, дело пошло. Интересно, поместится у нас вся щука сюда или нет. Лучок мы доводим до легкой, легкой золотистости. Из него выходит много влаги, поэтому это займет не одну минуту. Рыбку мы жарим на несильном огне. Вот видите, еле-еле там, чуть-чуть две дощечки. Жарим, она тихо-тихо шкварчит. Примерно 10 минут с каждой стороны, потому что стейки толстые. Переложил в другую тару, потому что на сковородку не все до конца помещалось. Перевернули. И еще где-то 10 минут. Нам нужно, чтобы все было примерно вот такое. Ну уж какие-то кусочки отвалятся, это нормально. Щука станет очень мягкой. Главное, чтобы она была полностью готова внутри. Ну вот, по 10 минуточек с каждой стороны. Получается вот такая шкварчащая рыбка. Я не знаю даже, что еще добавить. Хотя нет, я знаю, что нужно еще добавить. Вот что нужно. Каждый человек, у которого есть бабуля или прабабуля, ему знаком этот запах, который я сейчас ощущаю. Ему знаком запах этот. Это просто нечто. И здесь, пожалуй, половина блюда. Половина блюда это именно вот этот лучок. Сладкий хрустящий лучок на соленой хрустящей щуке. Жареная хрустящая рыбка. Слегка с перчиком. Слегка солененькая. Никаких изысков. Это та самая жареная рыбка с лучком. Ну, я не знаю, подают такое в ресторанах или нет. В моей системе ценности это 10 из 10. Как у вас, я не знаю. Посмотрите на это. Хрустящая корочка. Мягкая рыбка. И лучок. Вы знаете, если бы я захотел немного повыеживаться, я бы добавил в панировку еще немного сахара и немного сушеного тимьяна. Но это такой рецепт, с которым выеживаться, я думаю, нет никакого смысла. С вами был славный дружио Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Напоминаю, что сегодняшний наш спонсор был мой генеральный кастрюльный, сковородочный спонсор Биол. Ссылки находятся в описании. Кто хочет себе антипригарный вок, кто хочет себе антипригарную сковородку или кто хочет себе чугунную сковородку или какой-нибудь казан, ссылочки находятся в описании. Там доставка есть, все дела. А это рыбка, это просто рыбка из прошлого. Рыбка из прошлого в настоящем, которая просто офигенно вкусная. Это вам не ресторан, это вам бабуля. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова